Сколько дождей не делаешь? Посмотри! Миротворческие силы это специальные воинские контингенты, вооружённые силы России. Я делаю открытку миротворцам, военным, которые находятся очень далеко, чтобы они порадовались, чтобы они увидели эти рисунки, и у них поднялось настроение, чтобы они радовались жизни и помнили то, что о них тоже думают и хотят, чтобы они тоже радовались. Сейчас. Так, Лия, иди сюда. Лиза! И вот это. Так я не пытаюсь сделать. Одну какую-нибудь вывели и только раз. Давай, давай, Кристина. Меня зовут Холькина Дарья Владимировна. Я преподаю рисование в 4-й военной базе. Дети поделены на 2 группы, на старшую и младшую. Старшая группа это дети от 7 и выше, и младшая от 5 до 6, соответственно. С младшими мы больше занимаемся лепкой, поделками и изучаем основы рисования, смешивания красок и изучение пейзажных техник. Со старшими уже более серьезный наклон, то есть в художественную сторону. И мы занимаемся скульптурой уже, то есть лепим животных. А потом, соответственно, после 3D-модели мы переносим это все на бумагу. И сейчас вот у нас подготовка 23 февраля. Со старшими детьми мы делаем общий плакат в виде самолетов и танков. А с младшими детьми мы готовим открытки для родителей. Также сегодня мы готовили открытки и поздравления. Письма писали для миротворцев, которые в дальнейшем будут отправлены для них. Заместитель командира батальона по военно-политической работе капитан Городин. На территории военной базы дети военнослужащих занимаются в кружках пение, рисование, танцы. Изучают историю военную. То есть мы их стараемся воспитывать патриотами с детства. Сегодня на территории базы проводилась акция письмо миротворцу, в которой участвовали также юноармейцы. Они писали письма, рисовали открытки, посвященные 23 февраля. Эти работы будут отправлены миротворцам к местам их службы. И я думаю, что каждому военнослужащему, проходящему службу за границей, непосредственно будет приятно получить такой подарок. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...